13 июня день образования территориальных войск. Данная дата появилась после подписания в 2017 году закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы. В этом году впервые по области широко отмечается знаменательная дата. Напряжённости конфликта во всём мире вынуждают Казахстан формировать силы, способные противостоять различным вызовам. Среди них — войско территориальной обороны. В этом году исполняется семь лет со дня образования этой структуры, входящей в состав вооружённых сил. «Как отметил глава государства, сохранение целостности родного края — это большой долг. Наши предки на протяжении веков не давали врагу ни края земли, а передавали нам. В этой связи наша главная задача — сохранить её как зеницу ока. Желаю всем успехов, крепкого здоровья, высоких профессиональных достижений и благополучия на пути развития нашей страны». Торжественное мероприятие завершилось награждением. Десять человек получили благодарственное письмо от Акима области. «Я работаю в этой военной сфере с 2001 года. В эту воинскую часть поступил по контракту. Работаю 24 года. Для меня большая честь выбрать эту сферу деятельности». «Это первое мероприятие, которое мы отмечаем в области. Это потому, что раньше в штате было всего 11 человек. В этом году указом президента было увеличено до 100 человек. Поэтому из каждого города нашей страны приезжают офицеры и солдаты. Численность личного состава увеличилась на 30%. Продолжаем наращивать». «Страна сильной армии имеет высокий потенциал. Чтобы фундамент был крепким, военные и территориальные обороны постоянно готовятся к тому, чтобы в любой момент обеспечить безопасность государства». Вероника Светкова, Самала Скакова, Журсина Мирзак, Купщая, Акпарат.